Общее сведение. Зайчья губа – хейлосхитис порог развития челюстно-лицевой области, представляющий собой незаращение верхней губы. С зайчей губой рождается 0,04% младенцев, среди которых преобладают мальчики. Формирование расчелен губы и гнёба происходит до восьмой недели беременности, когда закладываются челюстно-лицевые органы. Расчеленные лица редко являются изолированными порогами, в каждом пятом случае они представляют собой один из компонентов тяжелых врожденных синдромов. Коррекция расчелен лица, восстановлением нарушенных функций и реабилитации пациентов с такой врожденной патологией занимаются специалисты. В области челюстно-лицевой хирургии, стоматологии, логопедии, педиатрии. Зайчья губа – причина развития зайчьей губы. Формирование зайчьей губы, так же как и волчьей пасти, обусловлено на генном уровне. Мутации ТБХ-22 гена, вызывающие появление расщепления губы, могут провоцироваться токсикозом, стрессами, злоупотреблением антибиотиками, радиационным или инфекционным воздействием, употреблением наркотиков, алкоголя или курением будущей матери. Особенно опасны действия этих факторов первые два месяца беременности. Еще один фактор – риск развития зайчьей губы позднее после 35-40 лет роды. Определенную роль в формировании дефекта отводится гинекологической и общей соматической патологии беременной. По шкале влияния на формирование зайчьей губы неблагоприятные факторы располагаются в следующей последовательности. Химический – 22.8%, психический – 9%, механические травмы – 6%, биологический – 5%, физический – 2% и т.д. Определить рождение ребенка с зайчей губой можно по данным ультразвукового исследования плода на поздних этапах беременности. Родителям, уже имеющим ребенка с расщелиной губы, перед планированием следующей беременности показано медико-генетическое консультирование. Классификация хилосхизиса – зайчьей губы. Как правило, расщелина формируется на верхней губе с одной стороны от ее средней линии. Реже дефект проявляется с обеих сторон или на нижней губе. Одностороннее низорощение губы чаще формируется слева. При двустороннем дефекте часто отмечается наличие выступающего вперед-мещей люстного отростка верхней челюсти. Выделяет неполную и полную форму зайчьей губы. Частичное расщепление обычно одностороннее в виде углубления на губе. Оно формируется в результате низорощения между собой среднего носового и одного из верхнечелюстных отростков. Полное расщепление губы характеризуется глубокой трещиной, сколом, восходящей от губы к носу с одной или двух сторон. Это вызвано несорощением носового отростка с левым и правым верхней челюстным. Глубина и протяженность дефекта может быть различной. В легких случаях расщепление затрагивает только мягкие ткани губы, в тяжелых дефект связан с небной костью и костью верхней челюсти. Зайчья губа может встречаться изолированно, но чаще сопровождается другими анатомическими дефектами развития верхней челюсти, расщелинами твердого или мягкого неба, деформация минулся и т.д. Установление формы дефекта, степени выраженности, сочетание с другой челюстно. Лицевой патологии позволяет определиться с тактикой ведения пациентов с заячьей губой и выбором методов коррекции врожденных пороков. Проявление заячьей губа расщепление губы определяется при внешнем осмотре ребенка сразу после рождения. На наличие заячьей губы указывает характерная деформация лица с одной или двусторонней расщелиной в области верхней или нижней губы. Если заячью губу не подвергнуть коррекции, она может вызвать у ребенка снижение личностной самооценки. У грудных детей с заячьей губой затруднены процессы сосания и глотания. Если расщелинные губы глубокие и большие, может потребоваться кормление через носовой зонт. В дальнейшем из-за деформации зубов и прикуса нарушаются процессы пережевывания пищи. Нарушение развития зубного ряда проявляется пропуском некоторых зубов или наличием дополнительных неправильным углом роста зубов склонностью к корресу. При таких нарушениях может потребоваться ортодонтическое лечение и коррекция прикуса, а иногда пересадка лишних или имплантация недостающих зубов. У детей с заячьей губой отмечается нарушение процесса формирования звуков, что проявляется расстройством речевой функции ринолалии. Речь у таких пациентов нечеткая, с выраженным носовым звуком, гнусавостью и проблемным произношением согласных. Принципы лечения заячьей губы Коррекция заячьей губы проводится в ходе одной или нескольких реконструктивных пластических операций с учетом особенностей каждого варианта дефекта. Проведение пластической коррекции врожденных расчелен губы показано детям, рожденным в срок и не имеющим противопоказаний сочетанных пороков жизненно важных органов, родовых травм, приобретенных заболеваний, физиологической желтухи и дыры. Закрывающая круглая скобка точка Оперативное устранение заячьей губы Хиллопластику лучше проводить в 3-6-месячном возрасте В случае тяжелого дефекта возможно ее осуществление в первые дни или месяц жизни ребенка при условии достаточной прибавки в весе Отсутствие анемии, патологии кишечника, сердечно-сосудистой, эндокринной или нервной систем Проведение хиллопластики в первые 2 недели после рождения благоприятно влияет на развитие губы и носа в дальнейшем, а также уменьшает психическую тревожность родителей Однако у детей в этом возрасте анатомические размеры губы еще очень малы и некоторые физиологические функции несовершенны Повышена склонность к кровопотере При хирургическом устранении расщелиной губы достигается восстановление ее анатомической структурой целостности, устранение деформаций Неба, носа, других лицевых дефектов, а также создание предпосылок для правильного развития челюстно-лицевой системы в детском возрасте Коррекция заячьей губы должна быть завершена к третьим годам, когда начинается становление речи В более позднем возрасте проводится логопедическое лечение, направленное на устранение речевых дефектов и косметическое лечение по Устранению послеоперационного рубца С учетом имеющихся дефектов губы, носа, неба и альвеолярного отростка в качестве реконструктивных операций выполняют хилопластику Ренахилопластику или ренахилогнатопластику